В эти дни тревожные новости приходят из Белгородской области, где в последнее время значительно возросла интенсивность обстрелов. Что происходит прямо сейчас и как помогает церковь, узнаем у руководителя церковного штаба помощи беженцам в Белгороде Елены Химченко. Елена Петровна, здравствуйте! Расскажите, какая ситуация в Белгородской области? Добрый день всем! Да, по всей Белгородской области сейчас ситуация остается напряженной, обстрелы не утихают. Что касается самого города Белгорода, ближайших районов, то уже последние две недели по нему стреляют хаотично. В течение дня уже даже не по расписанию, 3-4 раза в день пожилым густонаселенным районам. Конечно, мы тоже стараемся выполнять рекомендации МЧС. Если запущена сирена ракетной опасности, мы отходим от окон. У нас есть, вы знаете, сокольный утаж, и наше помещение, оно как раз таки является укрытием и тем людям, которые находятся рядом с монастырем. Стрелки на улице ведут к нам, и казаки быстро направляют спуститься вниз. Какие сейчас нужды у людей и с чем они приходят к вам? Какие обращения? Последние недели для нас являются очень тяжелыми. Мы работаем, несмотря на то, что всем белгородцам было рекомендовано оставаться дома. Поначалу люди приходили, не верили, наверное, но после ежедневных вот этих видеоразрушения, и когда есть погибшие и раненые, то, конечно, многие остаются дома. Поэтому обращений больше не стало. Но обращения разные. Если это, конечно, беженцы, то для них продукты питания, средства гигиены, смеси, памперсы иногда просят дорогостоящие лекарства, так как в основном все живут на съемном жилье, и для них это под спорь. Поэтому благодаря синодальному отделу мы можем и закрывать такие вот адресные нужды. Ну, вчера вот у нас была семья из Грайверонского района, село Глотово. Муж и жена, они пенсионеры, им за 70 лет, очень растерянные, со слезами на глазах. Рассказывали, что пришлось покинуть дом, хотя он еще цел, но жить невозможно из-за постоянных обстрелов. Они уже выезжали из села последние, и все думают, вообще поражаются, как они смогли выехать. Естественно, они с собой ничего не взяли. Сейчас их поселил знакомый какой-то, также дедушка, которому они будут помогать. Ну, мы вчера помогли, чем смогли, дали им продукты, бытовую химию, постельная, подушки, одеяло. И вот держим на связи, чтобы и они нас держали в курсе, что им еще нужно. Обменялись контактами. Еще есть у нас семья, например, из Харьковской области, самого Харькова, семья двое деток маленьких, и вот сейчас они ждут уже третьего. И вчера, когда подняли вопрос о ПВР для беженцев, проживающих именно в Белгороде, то мы предложили им там несколько вариантов, и вот завтра они уже уезжают в Орловскую область. Елена Петровна, как можно вам помочь? На данный момент мы открыли сбор на нашем сайте для вынужденных переселенцев из Грайверонского района и всех приграничных наших районов Белгородской области. На пожертвованные средства мы будем приобретать продуктовый набор, лекарственные средства, средства личной гигиены, потому что люди уезжают из домов, в чем были. Конечно же, у них нет смены одежды, поэтому ведем также сбор, прием сезонной одежды и обуви. Но еще хотелось бы сказать, конечно, что нам очень нужен транспорт, потому что ситуация, если так будет дальше развиваться, будет напряженной, то нам самим как бы не справиться, у нас машина еле-еле уже на ходу, но пожилым людям нужно развозить помощь домой. Мы это уже делаем, потому что звонят и пенсионеры, и со слезами на глазах, пожалуйста, мы боимся, привезите нам, это вот наши, которые подопечны. Есть просьбы, когда нужно вывезти в ПВР или подальше от города, это многодетные семьи, у которых много и одежды какие-то, хотят взять предметы. То есть нам нужна либо газель, вот такая, чтобы она была вместительная. Спасибо большое, Елена Петровна. Надеюсь, что телезрители тоже присоединятся к помощи и сил вам в вашем служении. Спасибо, Господь, всех, что остаетесь неравнодушными к нашей беде, поддерживайте и информационно, Василий, и материально. Спасибо, Господь. Церковь помогает не только в Белгороде, но и в других городах. Из Крымской митрополии привезли 400 продуктовых и бытовых наборов жителям сел Херсонской области, а еще доставили специальные матрасы и медикаменты в больницу Каховки. Синодальный отдел по благотворительности направил 15 тонн новой женской обуви в Ростов-на-Дону для беженцев и большую партию средств гигиены для жителей Мариуполя. Из Киева православные добровольцы и священники привезли продукты, одежду, лекарства, средства гигиены в города у линии боев. Торецк, Славянск, Константиновку, Лиман, Часов-Яр. На этой неделе патриарх Кирилл утвердил итоговый документ 11-го общецерковного съезда по социальному служению. В нем основные направления развития церковной благотворительности и предложения к органам власти. В том числе церкви призывают обеспечить право на отказ от участия в процедуре аборта не только лечащему врачу, но и любому медицинскому работнику. Ввести многодетный капитал 1 миллион рублей при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. А также освободить многодетные семьи от налога на единственное имущество и обеспечить ежемесячное пособие для беременных на уровне прожиточного минимума без учета нуждаемости. Очень важно на федеральном уровне предлагается ввести запрет склонения женщину к аборту и принять меры по ограничению абортов в частных клиниках. Кроме того, участники съезда призывают власти решить проблему с отказами поликлиник выдавать рецепты на бесплатные лекарства переселенцам из зоны конфликта. Из-за отсутствия постоянной регистрации беженцы Москвы и Московской области лишены необходимых медикаментов. Масштабная работа будет организована в епархиях. Должны появиться новые проекты поддержки многодетных приемных семей. Храмы будут адаптировать под нужды людей с инвалидностью. Многодетным семьям в церкви постараются помочь с путевками на отдых. Епархиям центральной и южной части страны предложено организовать регулярные выезды волонтеров для помощи пострадавшим в зону конфликта. Поддержка там очень нужна. Прямо сейчас требуются добровольцы для ремонта частных домов пожилых и инвалидов в Мариуполе. Если у вас есть 10 дней свободного времени, записывайтесь по телефону 8 800 70 70 222. Проживание, питание и проезд мы обеспечим. С вас руки и доброе сердце. Где еще можно помочь? Очень нужны пожертвования для поддержки пострадавших. Если у вас есть возможность, просим сделать пожертвования на сайте помочьбеде.рф или отправить смс на номер 3443. Для этого нужно ввести короткое слово «беженцы», поставить пробел и написать сумму, например, «беженцы пробел 300». Будем продолжать наши молитвы о мире и помогать тем, кому тяжело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok